Канобу.ру представляет Дота 2 и Старкрафт 2 сражаются за зрителей Создатели Ведьмака против мультиплеера В культурном центре ЗИЛ прошла лекция о видеоиграх при участии Канобу В новой игре по Икспом была замечена звезда телесериалов И наконец на Канобу были запущены тематические рубрики Грядущие чемпионаты по таким популярным играм как Дота 2 и Старкрафт 2 заставят игроков выбирать кому отдать предпочтение при просмотре А все потому что по прихоти одной из сторон они пройдут почти одновременно На этой неделе компания игр Blizzard Interactive объявила сроки проведения финального этапа турнира по Старкрафт 2 в Корее, в Европе и Америке И что бы вы думали? Даты проведения приходятся на 5 и 8 августа Эти даты в точности совпадают с датами проведения финальной части The International, главного турнира Дота 2 в текущем году Компания Blizzard открыто признает, что даты проведения были выбраны не случайно И тем самым, видимо, надеется отъесть часть эфирного времени у своего главного конкурента Глава студии разработчика CD Projekt Конрад Томашкевич в своем интервью заявил, что пользователям не стоит ждать кооперативного режима от будущих игр студии Конрад отметил, что в своих играх разработчики в первую очередь делают ставку на сюжет, а мультиплеер не может предложить глубокого повествования Домашкевич добавил следующее Наша команда сосредоточена на повествовании, чего не может предложить сетевой режим игры даже в тех проектах, где на нем сделан основной акцент Когда мы рассказываем историю, мы хотим, чтобы она вызывала резонанс у игроков А некоторые сюжетные элементы мы можем раскрыть, только оставшись наедине с играющим Дабы вокруг нас никто не кричал и не суетился Совместная игра вносит хаос в игровой процесс, и мы всячески пытаемся этого избежать Всем привет! Как многие из вас знают, Политехнический музей совместно с порталом Канобу этим летом проводят ряд лекций, посвященных видеоиграм И сегодня мы находимся на лекции, которая называется «Как сделать игру, в которую будут играть миллионы» И расскажут нам об этом практики видеоигровой индустрии Перед началом лекции все приглашенные спикеры посетили выставку «Игры. Взгляд. В будущее» Было интересно наблюдать за тем, как люди, имеющие непосредственное отношение к игровой индустрии, с любопытством разглядывали выставленные экспонаты Нам удалось пообщаться с каждым из них и взять комментарии на тему их отношения к подобным мероприятиям Очень забавно, потому что на самом деле такая ломка привычного, она немножко тебе расширяет сознание в каком-то смысле, в хорошем смысле То есть ты видишь о том, что даже в привычных рамках и догмах можно найти что-то новое Мне кажется, что ценная польза этой выставки именно в этом Я, честно говоря, вот так вот, будь она около офиса, прям всем бы советовал, дизайнерам на обед, вместо обеда, зайти и посмотреть, что здесь происходит Это совсем, на самом деле, это совсем не Игромир, это далеко от даже стандартной выставки, на которой рассказывают про, ну, например, про историю видеоигр или про происходящее в индустрии, там, не знаю, на каком-то временном промежутке Это, в принципе, взгляд даже не то, что со стороны, каким-то очень необычным углом Всем рекомендую сходить, занимает совсем мало времени посмотреть все это Ну, я думаю, что польза от таких ивентов должна быть значительная Во-первых, появляется возможность неформально пообщаться с будущими разработчиками У будущих разработчиков есть возможность пообщаться с теми, у кого уже есть опыт разработки игр Они будут лучше представлять, с какими проблемами и вопросами они могут столкнуться в будущем Ну и плюс посмотреть на интересные экспонаты на данной выставке На базе выставки «Игры. Взгляд. Будущее» Каноба фактически открыла такую мини-академию, где мы рассказываем посетителям об играх По нашим данным, выставка продлится до октября, поэтому ожидайте еще больше околоигровых событий Следите за новостями Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft разместила 23 июля на своем официальном канале 13-минутный ролик с демонстрацией игрового процесса Assassin's Creed 4 Black Flag Компания-разработчик компьютерных игр Blizzard Interactive опубликовала новый трейлер Diablo 3 для домашней игровой приставки PlayStation 3 Вышел новый трейлер игры The Bureau XCOM The Classified В котором участвует звезда «Властелина колец» и сериала «Остаться в живых» Доминик Монаган В ролике Монаган играет роль специального агента Стартовало бета-тестирование тактического шутера Payday 2 Бета доступна всем заказавшим игру в сервисе Steam Игра Payday 2 повествует о нелегкой жизни современных налетчиков На этой неделе на Канобу были запущены тематические рубрики Каждая рубрика — это собрание всех материалов по заданной теме Тем самым мы хотим напомнить, что Канобу — это больше, чем просто игры И отдавая дань уважения нашим пользователям, которые регулярно пишут обо всем на свете Мы добавляем структурные разделы — кино и сериалы, технологии, мобильные игры и киберспорт Список доступных рубрик будет расти в зависимости от активности и интересов пользователей Тем временем конкурс «Работа мечты» идет полным ходом Мы получили уже больше трех десятков отличных видео Среди которых есть настоящие жемчужины Подробности на нашем сайте Новый выпуск «Канобовостей» подошел к концу Но это не страшно Заходите на сайт Канобу Там всегда можно найти, чем заняться Участвуйте в конкурсах Пишите заметки Оставляйте комментарии И помните, на нашем сайте вы не просто посетители, а полноценные участники команды «Канобу» До встречи!